Сегодня у нас первый, скажем так, транш гуманитарной помощи. Сегодня здесь только Ленинская районная организация и Фрунзенская привезли часть той помощи, которую мы собрали вот буквально за 4 дня этой рабочей недели. Чужой беды не бывает. Мы не явились сторонними наблюдателями всей той ситуации, которая проходит сегодня на белорусской границе, как относятся к этой ситуации польские власти. И в целом Евросоюз, благополучная Европа, которая вначале рассказала, как у них хорошо жить, пообещала людям многие блага. И сегодня мы на деле видим, каково действительно реальное отношение европейских политиков к людям. И причем надо сказать, что ведь там большинство женщин и детей. И, наверное, вот эта тема, она больше всего всколыхнула женщин столицы, как и всех женщин нашей страны. В коробках предметы первой необходимости, памперсы, питание, печенье, конфеты, все, что может быть использовано вот в таких, так скажем, погодных условиях, в экстремальных условиях, в которых находятся эти бедные люди сегодня и особенно дети. Как всегда, женщины столицы делают маленькие дела, но делают их с большой любовью. Первый в городе Минске откликнулся на призыв из общественников, это Белорусский союз женщин, потому что так мы принимали помощь индивидуально от граждан. Причем для того, чтобы облегчить работу и вообще доставку, безусловно, сбор у нас в городе Минске девять офисов районных организаций, и люди приносят и туда. Единственное, мы бы попросили, конечно же, сейчас не торопиться, для того, чтобы мы могли спокойно и по мере необходимости доставлять ту помощь, которая необходима сейчас. Сегодня из Минска только ушел, будем так говорить, гуманитарный конвой, гуманитарная колонна из 11 машин. Это достаточно много, куда действительно завезли уже и коврики, и одеяло, и продукты для детей. Безусловно, сегодня были еще запросы о помощи детям от мигрантов. Они обращались и в иные международные организации, и в посольства, и все запросы были переадресованы в адрес Красного Креста. Хотела бы предупредить о том, что Красный Крест не передает лекарственные средства. Вот здесь табу. И хотела бы обратиться, что, безусловно, для того, чтобы быстро и своевременно среагировать, конечно же, и уважая тех людей, которые там находятся, и уважая тех, кто жертвует, мы просим, может быть, это было бы наиболее целесообразно и эффективно, перечислить денежные средства, когда бы мы могли действительно, моментально среагировав, сделать закупку.